Наталья Забузова 1 мая в этом году отмечается уже в 111 раз. Традиция проведения революционных коммунистических маёвок так и не возродилась в России после победы капитализма в начале 90-х, а приобрела характер всенародного гуляния. Скорее праздники и менее социальные требования остаются основными на праздновании 1 мая. Это уже традиция, сложившаяся, как уже упоминалось, более 100 лет назад. И вот сегодня на митинг с плакатами и транспарантами вышли работники профсоюзов. На этой демонстрации дежурит наш корреспондент Алексей Веселовский. Добрый день, Алексей. Что у вас сейчас происходит? Добрый день, Наталья. Сейчас я нахожусь на Тверской площади столицы. И как вы, наверное, можете видеть, митинг здесь уже закончился. Сейчас вот, наверное, вы видите, в московском мире уже разбирают трибуны, на которой выступали лидеры профсоюзных организаций, а также лидер Отечества Юрий Лужков. Сейчас здесь просто люди гуляют, уже восстановлено движение на Тверской улице. А начиналось шествие и митинг, все это начиналось еще в половине девятого утра. В районе первой Тверской, Ямской улицы, это около Белорусского вокзала, собирались люди. Шествие было организовано Московской Федерацией профсоюзов. То есть там собирались люди из профсоюзных организаций, также члены движения Отечества и, можно сказать, примкнувшие к ним социал-демократы, в частности Российская Объединенная Социал-демократическая партия под руководством Михаила Горбачева. Надо сказать, что сам Михаил Горбачев уже более 10 лет не был на праздновании 1 мая. И, как он нам сказал, он большую часть своей жизни наблюдал за первомайской демонстрацией с трибуны. Вот сегодня он добавил, что у него был необычный опыт. А на вопрос, почему именно российские социал-демократы под руководством Горбачева оказались именно в колонии профсоюзов и рядом с движением Отечества, Михаил Горбачев ответил следующее. Я прошу сейчас режиссеров поставить фрагмент интервью. Вот Отечество, мы, там профсоюзы, в этой колонии. А почему решили именно в этой колонии? Потому что Отечество, если положите их программу и нашу, то можно перепутать, чья их программа. А профсоюзы, это вообще, реально мы будем поддерживать профсоюзы. Михаил Сергеевич, а Вы когда-то говорили о возможности войти в коалицию правых сил. Я никогда не говорил, что я войдут. Наоборот, говорил, с правыми никогда. Вот с Отечества готовы. Правильно. И буквально, фактически в продолжение своих слов, Михаил Горбачев затем продолжил фотографироваться, долго фотографироваться с представителями движения Отечества и бросал реплики, мол, Примаков и Лужков, посмотрите, мы уже объединяемся. Затем колонна демонстратов проследовала сюда, на Тверскую площадь, где шел митинг, на котором выступали лидеры профсоюзных организаций с требованиями повысить зарплату, с требованием ввести трудовой кодекс, который будет согласован с профсоюзными организациями, который будет как-то обращен к нужным простых людей, а также с требованием отменить единый социальный налог, который уже ввело правительство. Митинг был не очень длинным, порядка 40-45 минут. И вот сейчас, как я уже говорил, здесь фактически нормализована обычная московская жизнь, люди гуляют, отдыхают, и обычный выходной день. Наталья. Спасибо, Алексей. Это был наш корреспондент Алексей Веселовский. Он побывал на митинге, организованном профсоюзами на Тверской площади.